В воду решается войти не все. Пугает отдыхающих ярко-оранжевая полоса вдоль берега. Что это? У каждого свои предположения. Оранжевую полосу увидеть можно практически на всех пляжах Владивостока. От слизи, которая скапливается на берегу, еще исходит неприятный запах. Но ученые уверяют, что это естественный безопасный процесс. Каждый год в этот период цветут водоросли. Ноктилюка – это вид, вызывающий цветение воды. Это нетоксичный вид, который не содержит токсинов, не вырабатывает токсины и не представляет угрозы для здоровья человека. Ноктилюка, еще ее называют ночесветка, диаметром всего в миллиметр. И разглядеть ее можно только под микроскопом. Достаточно капли морской воды, и вот она, виновница оранжевого прибоя. Небольшая шаровидная клетка с поросячьим хвостиком. Ноктилюка широко известна и давно изучена. Сегодня внимание ученых сосредоточено на более опасных видах. Всего в мировой науке известны 60 токсичных водорослей, и больше половины из них водятся в дальневосточных морях. Самый популярный в крае – диарейный токсин. Самый неприятный контакт – это через морепродукты. Если люди собирают моллюски в разных выбросах, либо ныряют, собирают и готовят их на костре, знаете, как это очень популярно, то тогда они знакомятся с этими опасными обитателями уже непосредственно через свой организм. Вооруженным взглядом их не видно, но они повсеместно. В Амурском заливе, на островах и в заповедниках. Чем чище вода, тем больше опасных микроводорослей. Так, самую высокую концентрацию токсичных водорослей зафиксировали на острове Рикорда два года назад. Именно тогда больше всего людей обратилось с пищевым отравлением от морепродуктов.